Последнюю информацию о состоянии пострадавших в этой кровавой аварии готов рассказать Андрей Анастасов. Он уже выяснил, кто эти люди. На данный момент в больнице остаются двое пострадавших. Один по-прежнему в тяжелом состоянии. Напомню, у него множество серьезных травм. Частично ампутировано правое предплечье. Врачи говорят, что стабилизировать его состояние им удалось и надеются на благоприятный исход. Полиция, к слову, до сих пор не смогла установить личность этого человека и кто он неизвест. Еще один пострадавший, курсант военной академии, парню 21 год. У него переломы обеих голеней и он находится в военном госпитале. Сегодня также стали известны подробности о двух погибших в этом ДТП. 55-летняя женщина работала в обычной аптеке, а 52-летний мужчина был массажистом в одной из городских поликлиник. Одесские власти пообещали помочь в лечении пострадавших и пообещали взять на себя расходы по похоронам погибших. Я хочу сказать, что это согласовано с мэром города. Со стороны города будет оказано, как всегда мы в таких случаях, оказываем материальную помощь на захоронение. Пока это все подробности.